Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солсторма. Ваше внимание предлагаю бой 3 на 3 с рандомной случайной командой. Поехали. За орков я играл. Карта Таргурум. Мой ник Аксель. Со мной попал некий СССР за космодесант, Верден за Тао против нас, Агамус за орков, Мантка за Тао и М18ДМТ за Эльдаров. Ну и смотрим, что-то получилось. Не самый лучший мне попался Респ на этой карте для орка, потому что чем дальше от прохода, тем дольше до него добираться. Соответственно, учитывая какие-то противники есть, довольно-таки мобильный этот же Эльдар может перепрыгнуть туда-сюда своими пауками. Либо у него есть техника способная доставить пехоту, минуя гору, ко мне на базу. Это было крайне неприятно, да и к тому же неизвестно было, где они еще располагались. То есть, здесь мог быть и орк, Эльдар мог атаковать с другой стороны. Ну и когда не знаешь, с кем ты играешь, это всегда тоже накладывает определенные проблемы. Так, Космос ставит два генератора, но тут уже, в общем-то, начинает врисовываться весьма печальная картина с первых секунд. Учитывая, что он стоит на передовой, ему надо сделать войска на этой карте, никаких течей тут, естественно, устраивать нельзя. Но он уходит уже в течь. Такие вот делища, Эльдар. Тоже... А, ну тут, смотрите, что делает. Ставит две турели. Ставит врата, две турки, собственно говоря. Два генератора, казарма. Тоже, видать, школа Биг Дога. Биг Дог стайл. Два отряда дозорных. Вот побежал. Ну, вот эти две турели, скажем так, они спасут его в Т1 от атаки. Да, безусловно, там вряд ли кто-то сможет прорваться, если еще их прикрывать. Но дальше-то... Тоже отставание в развитии. Ну, скажем так, в этом бою были такие товарищи со всех сторон интересные, сами увидите. Я уже неоднократно говорил, что сейчас играет много новичков. Кто не пришел еще там с Dark Crusade, с Soulstorm на момент релиза. С GameSpy пришли именно с моего канала в большинстве того. Ну, просто зрители, которые потом купили игру и начали играть в Soul. Я уже говорил неоднократно, это хорошо. Чем больше людей, тем лучше. Да, многие учатся играть, но, в общем-то, учиться надо им в мультиплеере. Где же они еще учатся-то будут? Проблема в том, если они попадают в вашу команду в слишком большом количестве, это обучение обернется для вас, скорее всего, поражением. В 3 на 3, в 4 на 4. Ну, в 2 на 2 не факт. У меня тут был бой недавно. Мне пришлось больше часа за орков тащить Тао, который не мог отдыхаться от Мекрон, атакующего его просто свежаками десантом. Бой покажу. Просто час двадцать снимать. Времени нет. Так, на днях, может быть, засниму его. Плохое было сражение, несмотря на то, что Тао был, мягко говоря, не айс. Тао, который не может справиться с Мекроном, это уже финиш. Если у него 5 точек при этом. Я захватываю реликтовую точку. Мне, в общем-то, она не нужна. Я слона не собирался делать. Я вообще его практически никогда не увожу. Но, с другой стороны, это лишний ресурс, учитывая, что ни Тао, ни Космо не пошли к реликту. Они тут бегают кругами. Космо вообще непонятно, что тут вытворяет. Туда-сюда какие-то ритуальные танцы совершает. По карте приходится мне забирать реликт. Но это дополнительная точка. В общем-то, неплохо. Четвертое. Ильдардки сумел прорваться. Ключевой. Здесь командор Вердена отхватил. И отступает назад. А, да, в этом видео, по-моему, еще был гайд. Просили сделать гайды, как же нужно играть. Так вот, тут Верден учил, как же нужно играть. Смотрите внимательно, это очень полезная информация. Он пригодится обязательно. Перепрыгиваю на Тао. Но вижу, что здесь еще и кроме Тао стоит Орг с своими стрелками. Поэтому вынужден сваливать назад. Штов я не делал, то бишь стрелков. Они мне не нужны были здесь. Точек достаточно скромное количество для того, чтобы массить. Здесь надо было, ну, кстати, Космон, не захватывать свою точку. Молодец. Притом Орг не доставал до него. И приходится мне бежать и захватывать, в общем-то, ее. Ну, я ему пикал, а ему, как видите, совершенно по барабану. В общем, если у вас 4 точки за Орг, ну, в 3 на 3 масса такое дело. Вы, конечно, можете там сделать довольно много. Пехота, технику, типа танкеток, но толку-то от них. Если противник выйдет раньше в Т3, вы труп. А оптимальный вариант за Орг, конечно, в Т4 выйти и начать бесплатный спам. Это разгрузит вам экономику, раз. Во-вторых, будет постоянно напрягать противника. Если у вас будет хотя бы 3-4 казармы, вы сможете, ну, довольно серьезно его задавливать. Их вот, и не давая продвигаться вперед. Ну, а в этот момент, скажем, иногда я доначу деньги союзникам. Если я вижу, что они умеют играть и знают, куда их там применить. Не просто там какому-то Алёше, который только еще пришел и учится играть. Ему смысла деньги давать нет. Но все равно их туда применят, куда нужно. А вот если знающий чувак просто не хватает и ресурсов, можно ему в этот момент продонатить лишний арест, который вы получаете в момент производства этого спама. Бесплатного. Рубак. В общем-то, прокачены они достаточно неплохие. Есть там на броню, на эти вот топоры им сделать апгрейды. Я ставлю здесь один агитный пост. Гра, качая в ракетную установку на всякий случай. Я-то еще не видел, там что собирается сделать Эльдар. Но так, на всякий случай, как антитех решил прокачать. И не зря, как видите, потому что он делает вайперов. Несмотря на то, что постоял две турки, он играл вообще без пехоты, кроме двух своих отрядов дозорных. И, ну, быстро вышел в Т2 и делает вайперов. А это крайне опасно, потому что, допустим, если я войска сюда вот себе переведу, пока я доберусь до базы, пока, допустим, Тау доберется до базы, я у него вообще невидимых прогрейжных не вижу. Видите, опять точку не снимает ключевую, куда-то бегает назад. Вместо того, чтобы подойти ее и снять. А мне приходится вот бежать снимать еще и вот эту точку. То есть, по всей карте сейчас бегаю и занимаюсь дозахватом точек, параллельно с развитием. Потому что моим союзникам они совершенно не нужны. В том числе и реликты они профукали Космарь. Стоит, ну, хотя бы в Т2. Тяжелое вооружение пошло. То есть, вот, начинается обстрел. Как видите, этими вайперами я сразу снимаю точку и сваливаю. Тут был не дозахвата. И быстро-быстро начинаю строить свалку пушек. Так как понимаю, прекрасно сейчас он будет прыгать и антитеха-то нет. Нужны ракетчики. Таким количеством вайперов он может и, в общем-то, лагерь сбрить, пока нету. Т3. Т3 идет. Да, у него уже 6 штук. И, в общем-то, правильно тактику применил. Видите, здесь это позволяет ему очень быстро, перемещаясь по карте, ломать экономику. При этом, если на него здорово кто-то надавит, он сразу свалит. А вот мне придется оббегать всю карту, чтобы до этих чуваков добраться. То есть, он перепрыгнет ко мне на базу, и я прибегу туда. Я прибегу на базу, он перепрыгнет обратно. Ну, снимает, в общем, две точки. У меня два поста. Начинаю ремонтировать быстро. И вывожу ракетчиков. Казарму, наверное, сюда не надо было таки ставить. Ставить дальше, но... Я вообще не рассчитывал, что Эльдар будет через такое количество вайперов играть. Тут не угадаешь. Знаю только все, конечно, диванная Леша, которая в комментариях потом будет это делать, естественно, активно обсуждать, что нужно было вот так, сяк. Ну, естественно, когда ты уже знаешь, что противник сделал, где и когда, у тебя уже больше идей по этому поводу. Во время боя он может сделать тысячу вещей, которых ты узнаешь, когда он уже их сделает. Космо пытается что-то здесь перестрелять. Одним отрядом его перестреливают, и в итоге он отваливает назад. Вайперы отступают, потому что у меня вышли ракетчики, и стали они бодаться и разменивать хп. Часть ракетчиков сразу посылаю ближе к точке, чтобы здесь их накрывать, если они еще раз перепрыгнут. Вот. Ну и, в общем-то, одну точку я решил прокачать за базой. Жилагерь был проапгрейжен, то есть его уже вайперомничтожить практически нереально под ремонтом... Греченов невидимых. Поэтому можно было особо не париться. Да, в общем-то, ракетчиков я мог вывести довольно быстро еще раз, если что. Если бы он перепрыгнул бы еще дальше. Вот. И поэтому жду флэш гидсов. И собираюсь качать Т4, муско всему. Центр пока занимает АУ. Спустя 10 минут боя я решил все-таки подойти, видишь, что здесь никого нет. Мантка стоит, но крайне, видимо, неприятная компания. Буду захватывать точку, но и параллельно, если что, избавляюсь от трубок, который мне занимает просто-напросто лимит. Опять вайперы подлетают, и подлетают невидимки его. Мантка. А я иду сюда их расстреливать. Своими невидимками. Я точку собирался захватывать. А, нет, я сначала собирался, по-моему, точку захватить. Но тут, как видите, Тауэд это делает своими невидимками раньше. Прыгать механикам сюда было нельзя, потому что я видел, что здесь стояли фвэхи. Плюс ко всему еще и вайпера, то есть его быстро бы убили. Обратно бы он перепрыгнуть не смог, пока не перезарядился бы его. Джетпак. Телепортил, точнее. Вот и чем неприятна карта, тот, кто находится вот здесь вот за горой и не достает на большое расстояние, а-ля Орк в самом начале. Ему спокойно дальнобой, типа Тауэ и Космо. Да и Ильдар, в общем-то, с проапгрейджной оптикой темные женицы спокойно могут достать до точки, а Орк ничем матвить толком не сможет. Поэтому эта позиция крайне удобна. Для Орка оптимальный вариант это вот здесь вот находиться. Можно задейфить в проходе неплохо. Ну и максимум, что он может потереть только одну точку, и то если так вот вообще пройдет. Что-то далеко не факт. Ну и там прикрыть проще. Не надо оббегать через всю карту, сделать буквально один шаг, и вот ты уже в шоколаде. Сразу снимаю ему точку под обстрелом. Тау. Строю танковый он. Наш тоже строит Као Йон, Верден. Практически одновременно они в Т3 выходят. Одновременно оба долга, но здесь точек мало для них было. Для того или другого всего три. Там 8-9 делали. Минусу и один Вайпер. И он ведет 7-2 Тау своих развидов. Удается захватить. Прикрой просто и все, пишет Верден. Видите, русский. Чисто русский парень. Ну, по крайней мере, русскоговорящий. Наконец-то они вдвоем встали для того, чтобы Ворка продавить. Соло, ни Тау, ни Космо не могли это сделать. Хотя Ворк и Вайскаты были говном. Просто у них в самих было войск мало. Ворк зачем-то начал строить завод. Не передяв Т3 еще даже. В общем, он играет на двух точках сейчас. Не обижать было здесь. Мирокийщикам, танкобоям. Потому что вот эти вот товарищи мешали. И не добивал Мег. Опять же, при перепрыгивании. Это было два отряда Тау ПВ. Это был бы вынос. Ну и бегу Варбосом. То есть, Мег-то может перепрыгнуть вместе с Лождицами. А Варбос уже должен был сюда прибежать заранее. Так, что у меня там с Т4-то? Т4 вроде есть. Да, спам-рубак идет. Качается. И мне нужны были дополнительные казармы, чтобы быстрее их выводить. В общем-то. На этой карте он, кстати, довольно актуален. Он везде актуален, где мало точек. То есть, где его противник мало ресурсов. И он не сможет долго сопротивляться. А спам-рубак будет очень-очень полезен. СССР, прикрывай моих воинов огня. Меня в три каски зарашат. Делай больше воинов, и никто же тебя не зарашит. Здесь за Тау достаточно встать вот так вот в линию. Он будет простреливать практически через Као-Йон все базы. Процентов на 70. Ну, до конца он не достанет, конечно. Но крайние здания и точки можешь снести. Ну и все, что будет вот здесь вот пробегать, тоже будет уничтожен, соответственно. Тау сбривает мне пост. То есть, у него стоят невидимки, светят. И он достает отсюда, в Као-Йоне, через, считайте, две горы. То есть, туда довольно проблематично было. Сейчас прыгать, вчитывая, что их здесь было трое, даже не двое, а трое. Ну, а мои союзнички не шли в проход, они расстреливают вон орка с Эльдаром с горы. Эльдар сейчас мог перепрыгнуть своими вайперами, в общем-то, и пауками их расстрелять. Но он этого не делает. Видите, опять снимает пост, пытаясь его застроить, пуская спам-рубак. Страивая вторая казарма, ну и начинает все делать, в том числе и с базы. Правда, отсюда уже, конечно, рыбаки выходят гораздо медленнее. Ну и все упирается теперь уже, видите, в лимит. По агиткам, надо было еще и агитки строить, чтобы до сотни довести. А ресурсы на пределе по влиянию. Он еще до сих пор не в Т3, а все из-за того, что он начал делать технику, не обладая достаточным количеством точек. Это, опять же, неправильно, видите, игра за раз на определенной карте. Неправильное распределение ресурсов приводит к тому, что ему не хватает банально. Этих ресов уже на Т3, Т4. О, Эльдар перепрыгивает, решил ко мне прыгнуть. И пошел, пошел расстреливать, а у меня войска-то вон где стоят. А пройти-то я не могу, потому что здесь Тау торчит. В общем, все, короче, не очень хорошо. Снимает опять мне точку. Я играю, по сути, всего на двух пол-боя. И я не пошел. Видишь, что там у Тау две пачки. Это было бесполезно. Плюс еще три пачки пауков, вайпера. У меня выходит танк. Я перепрыгиваю сюда. Механиком. Он не снимает точку. Ну и пока он ее снимает, я его из кавера расстреливаю. Кавер-босс по-прежнему не веду. В общем-то, достаточная мека вместе с флэшгицами прокачиваю, чтобы разобраться с Тауками. Если вы стоите в низине, если у вас есть прикрытие дополнительное, ну вот теряет он практически две пачки своих пауков. Даже не практически, а теряет. У него остается всего одна, и то не полная. Две с половиной он теряет. Наращиваю. В общем-то, я спам. Жду еще одного прыжка мека после перезарядки его. Перепортера. Захватываю обратно точку. Он не только их снял, он еще их и захватил. И приходится мне заниматься еще и захватом. Как видите, очень мало влияния, несмотря на то, что у меня идет спам. И плюс идет в полнение войск. А орк еще тратит ресурсы не только на грейды, он тратит еще ресурсы на ремонт своего лагеря. Захватываю я ключевую-таки. Ну а здесь стоит Тау, кладет рубак. Довел я до сотни лимит по войскам, по пехоте и до 20 по технике. И теперь рубаки выходят как бы быстрее. Естественно, без прикрытия флэш-гидцев они не добегут до Тау, особенно если его было бы еще больше. Но, по крайней мере, они не дают и продвинуться вперед. Что тоже есть хорошо. И ведь опять занимается этот отряд надстрелом. Крайне неприятно. Приходится пост ставить именно вот здесь. Саминисаник начинает придвигаться, но в атаку так и не идет. Ввожу второго. Второй спертый танк, второй спертый лемон и готовлюсь к прыжку. Разобраться с Тау на фуде. Перепрыгиваю и пошел. Пошел одновременный спам и флэш-гидцы, и танки расстреливают. Ранебойцы. И, конечно же, мега-бронированные нобы. Видите, их еще двое, Эльдар прикрывает. Не только Тау. Поэтому, если союзники ничего не делают, правда, и Тау так и не подошел, стоит, там с километра стреляет. Приходится брать игру на себя. Турели защищают. Это, конечно, все знают. Турк у него было три. И видно сразу, что это школа двиг-дога, однозначно. Тем не менее... Как-то... Эльдар это был М18ДМТ, что ли? Да, М18ДМТ он не усвоил до конца уроки великого. Надо было строить, в принципе, минимум, хотя бы шесть турелей. А лучше, конечно, 18. Для того, чтобы полностью закрыть проход. И тогда никто бы здесь не просочился. Ни один орк бы не прошел. А трешки, конечно, мало. Надо было поболее. Погибает эфирил. У М18ДМТ теряет практически свою пехоту Эльдар. Или ты там врата засадил. Смарь. Теряет тоже свою пехоту. И в итоге мне приходится продавливать самостоятельно. Двоих Эльдара и Тау. Ну, в общем-то, экономика уже более-менее поставлена. И вполне можно это сделать, через что спам постоянный будет напрягать и не давать им прорваться. М18ДМТ негодует, что его союзники поимели. Потому что поделаешь, это рандом. Всякость бывает. У меня бывали и похуже. С командниками. Вот, например, Тау, про которого я говорил в бою 2 на 2. Причем мы играли против команды, а он был со мной рандомчик такой. Настоящий, который не смог самостоятельно от сужаков открыться. Не тратно. Так что надо уметь играть с любым союзником. Да, не со всеми получится в командных боях. Но что пойдет. Поэтому я больше люблю играть в ФФА. Там нет кого. Практически не давить Шанни, только ради пехота остался. Он просто ее спрятал. С его ворота. СССР пишет, что он бесполезный. Он его это напрягает. Он хочет нагибать, он хочет побеждать. Но, к сожалению, хватает то ли скилла, то ли опыта. И сейчас начнется гайд, о котором я говорил. Последние там две минуты боя. Сейчас Вердан нам расскажет, как нужно за космодесант играть. Внимательно достаем блокноты и пишем. Строй вихри. Бро, не парься. Вот такая вот тактика, ребята. Стройте вихри. И не парьтесь. Вихрями помогай. По всей видимости, Вердан думает, что у космодесанника есть несколько вихрей. Не один на оригинале, а их там много. Поэтому советую строить СССР вихри. Но, тем не менее, вы записываете все равно. Это же информация крайне важная. Бесплатно, без регистрации СМС, гайд. Продолжая пытаться задавить Итау и Эльдара. Эльдара мешаются мне всяческие лорды. Призраки. Давай продвинуться не как вперед. Ну и рубаки продолжают давить. Здесь навязывают ближний бой. И не пропуская Эльдара для прикрытия. СМС наконец-то сделал на 23-й минуте терминаторов на 24-й. Ну, на 23-й они у него еще вышли. Но никаких вихрей у него еще и в помине нету. Кстати, их нужно найти там где-то в заводе. Это к вопросу о том, с кем я играю. А то отдельные одаренные лишние хромосомы товарищи пишут, что у меня в команде какие-то профессионалы, а играю я против мубов. Ну и где у меня тут профессионалы? Ну, в никаком месте. Просто унылые тролли, которые... Нечего больше сказать. Только тут устроить срач. Встрой на заводе машин вихрей. Это арта. Где твоя армия, пишет М18. Помогай ей. Я не могу пока, пишет СССР. Манка удивляется. Лоу, благорит мне армия, но... Убили ее, к сожалению. Эльдар выходит. Ну, я здесь забиваю. Оплот нужно качать. Пишет Вердам. То есть, он походу не в курсе, что Т3 уже есть у нашего космодесантника, и вообще-то у него уже есть терминатор, и оплот качать уже там не нужно. Для вихрей надо качать, в общем-то, завод для производства, для разворота тяжелой брони. И после этого уже можно выводить не вихри, а вихрь. А то еще многие подумают, что у косморя есть много вихрей. А потом еще какой-нибудь Вася мне будет писать, что... А почему крестоносец выводит один вихрь? Верден же писал, строй вихри. Вот. Так что играю я со всеми. Не со всеми, конечно, это получается весьма зрелищно, потому что... Ну, как видите, чуваки учатся играть только, и в этом упрекнуть их не стоит. Ну, а всем, кому там что-то не нравится, я уже сто раз говорил, что за троллинг будут баны, за срач попытки разжечь будут баны. Я делаю видео не для того, чтобы какой-нибудь там Алеша зашел, и мне потом начало всирать видео. В общем-то, провоцирует дальнейший срач, и Алеша отправляется в бан. Если Алеша не нравится, он просто закрывает видос и уходит. И будет смотреть дальше молча, либо он просто уходит, опять же, с канала на другие ресурсы, и будет там профессионалов смотреть, которые долбятся с одними и теми же профессионалами по одной и той же тактике. Я не против. Но мне свои плакеты выписывать не надо, мне, знаете, не до них, у меня свои дела есть и проблемы. Вот, я играю в бой, я его сохраняю, я его показываю. Все, не нравится, гуляй в Асик, как говорится. 965 набирает Верден, здесь по армии, 1285 набираю я, 420 СССР. 1185 Мантка, 355 М18 ДМТ, 240 Агамус. И да, по поводу этих срачей, последний раз говорю. То есть не буду видео больше на этом акцентироваться и отвлекаться. Бан сразу, никаких там обсуждений и прочего. Мне не нужно писать, как мне видео строить, каким образом. Зайдите в правила канала и посмотрите, что можно писать, а что нельзя. Здесь не демократия и не анархия с хаосом. Что хочу, то и пишу. Есть правила определенные, даже приличия банальные. Если вас не научили в детстве, ну что поделать. Сожалею об этом. 355 набирает ДМТ, 240 Агамус. 87 уничтожает Верден, 105 Я, СССР 43, 234 Мантка. Ну он в основном у Кокоша моих, в общем-то, орков. Рубак, которые на него наступали бесплатных. 51 подразделение М18 ДМТ, 41 Агамус. 29 Верден теряет, 229 теряю я, 68 СССР 85 Мантка, 87 М18 ДМТ, 63 Агамус. Здание уничтожает 8 Верден, 11 Я, 4 СССР, 3 Мантка, М18 ДМТ, 4 Агамус, 0. 0 теряет Верден, 7 теряю я, 0 теряет СССР. Но отковали в основном только мою базу. Да даже не в основном, а только мою базу отковали. Эльдар своими в основном пауками и вайперами. 0 СССР, 6 Мантка, 10, 7, 18 ДМТ и 7 Агамус. Но они большинство повыходили, просто когда на них надавили более-менее серьезно. Ну Эльдар там еще ладно поиграл, Мантка тоже, орк, в общем-то, вышел. Но автотриом, кстати, все-таки под конец-то сумел пройти где-то на 20-й минуте после своих многочисленных попыток вывести огромное количество пехоты и техники, о чем я и говорил. Что если у вас нет ресурсов, даже не пытайтесь это сделать, иначе вас просто перетечат и потом смешают с дерьмом. То, что вы продержитесь лучше на Т2, не сделает вам победу в бою. По ресурсам 22-300 набирает Верден, 21-700 набираю я, но я полбой играл на двух точках. Мне постоянно то Тау сносил, то Эльдар сносил крайние точки. А все из-за того, что ни Тау, ни Космарь не сдвинулись ближе к проходу и не отрезали их сразу вместе со мной, чтобы они сюда не совались. Они стояли там у своей базы и что-то там постреливали. Один другого пытался убедить, что его нужно прикрыть. 17-400 СССР, 15-100 Мантка, 14-200 М18ДМТ, 11-400 Агамус. По технологиям 710 Верден, 780 у меня, 890 СССР, 560 Мантка, 510 М18ДМТ, 770 Агамус. И по общему счету 24 тысячи набирает Верден, 23-700 набираю я, 18-700 набирает СССР, 16-800 Мантка, М18ДМТ, 15-100 и 12-400 Агамус. Ну и бой шел 24 минуты 19 секунд, все можно было закончить быстрее, если бы меня не давили бы активней. И, в общем-то, можно было минут на 5, на 7 все это дело укоротить. Когда пошел уже спам, надо было просто к проходу подходить и их раскатывать. Вот такие вот дела. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось. Если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, на основной дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.